Сиапульт ТВ продолжает снимать интервью на конференции 8П, которая получилась международной, потому что сейчас рядом со мной стоит Саша Точалова, независимый консультант, которая приехала из Санкт-Петербурга. То есть таким образом здесь участвует и Россия. У меня к тебе, Саш, несколько вопросов по твоему докладу. Но сначала бы хотел узнать мнение вообще в целом о конференции, в целом, насколько тебе здесь понравилось или, может быть, не понравилось, и об аудитории, с которой ты общалась. Вообще все очень классно. Нетпика, Артема, большой привет. Все супер. Спасибо, что меня пригласили. Мне очень приятно. В первый раз я имела возможность выступить без слайдов, что было весьма интересно. К сожалению, были технические трудности, но я, на самом деле, всегда готова к ним. И было весьма занимательно попробовать такой формат. Так что и за это спасибо. Здорово. Ну, а теперь помучусь тебя чуть-чуть вопросами по твоему докладу. Первое, что я хотел бы узнать, у тебя тема была, как завоевать доверие на международном рынке, правильно? Вот, соответственно, первый вопрос, который пришел в голову, это какие продукты на международном рынке более востребованы? Я так понимаю, что в основном речь идет о Европе и Штатах, правильно? Какие продукты могут заинтересовать этот рынок? Ну, вообще, поскольку я немножко работаю гораздо уже, чем, кажется, так, международный рынок, это очень широкое понятие, я работаю в сегменте B2B, я работаю в сегменте инструментов для интернет-маркетологов. Вот, могу сейчас сказать, что рынок очень сильно растет, и, в принципе, любой инструмент, он вполне жизнестоособен, если он, как бы, работает, я имею в виду, чисто технически, то он имеет право на место на рынке, вот, и, в принципе, имеет возможность выйти. Ну, естественно, что рынок перенасыщен такими вариантами, как позицион трекинг, то есть трекинг позиций сайта аудит, действительно, там большое перенасыщение. В меньшей мере, наверное, присутствуют какие-то более тонкие аналитические инструменты. Будем так говорить, если в общем. Здорово. Ну, и второй вопрос, он будет, собственно, наверное, к этому сильно приближен. Как выйти на этот рынок? Вот, решил я, что пора бы мне начать зарабатывать деньги в евро и в долларах. Как мне выйти на этот рынок? Еще вопрос супер, потому что я получаю его достаточно много, вот, начиная с того, что меня спрашивают финансовый консалтинг, как взвести счет, и кончая тем, что наш продукт готов выйти, вот. Ну, я думаю, что в первую очередь не стоит пренебрегать таким моментом, что если даже вы очень хорошо знаете английский, вы должны отдавать себе отчет, что вы не носите языка, и даже если у вас в штате люди, которые прекрасно его знают и жили за границей, это все равно не снимает вопрос о том, что вам необходимо найти профридера и все действительно тщательно перепроверить. Это первый момент. Второй момент, безусловно, что поскольку вы неизвестны, то здесь, наверное, очень важны какие-то дружественные связи. То есть я бы рекомендовала начать с того, что попытаться завоевать какое-то, ну, хотя бы первые какие-то шаги сделать с экспертами на том рынке, на котором вы работаете. Это вариант органический, вот, безусловно, можно крутить рекламу, есть куча вариантов, но я больше придерживаюсь варианта такого, больше, будем говорить, относящегося к взаимоотношениям и пиару. Круто, спасибо. Ты очень хорошо отвечаешь на вопрос, очень развернуто. Аудитория это любит, это здорово, действительно. Спасибо. А теперь помочь по поводу того, что как оценить конкуренцию? Вот мы выходим, вышли мы, решили работать с Европой, вышли туда, но как нам оценить конкуренцию? Там их, получается, две. Первая, конкуренция локальная, которая создается рынком, который сейчас там есть, и вторая, мы сами себе создаем конференцию, ой, конкуренцию, прошу прощения, когда выходим на этот рынок. Вот как это оценить? Ну, я думаю, что конкуренция, которая происходит между производителями одного, там, однотипных продуктов внутри на рынке, она не имеет значения, потому что она становится точно такой же, потому что, ну, в смысле, она становится тождественной конкуренцией локальной, поскольку мы боремся за одних и тех же клиентов. Вот. Соответственно, я, все, что я делаю обычно, когда я делаю консалтинг, я применяю разнообразные инструменты, начиная от SimilarWeb, и я просто пытаюсь посмотреть, насколько, ну, лидерам рынка получают много трафика и найти какие-то аналитические данные, срезы вообще по объему рынка, сколько там, например, интернет-маркетологов там, не знаю, есть в Штатах, например, да, и как он растет. Соответственно, исходя из этого, можно там понять какие-то разбросы. Но в целом, на самом деле, ну, можно использовать не только SimilarWeb, есть и Serpstat, и Simrush, и многие другие инструменты, но в целом примерно такая логика работы. Здорово. Теперь поговорим про стратегии. Какую стратегию лучше ты считаешь выбирать? Что-то краткосрочное, пришел, заработал, ушел? Или развивать какую-то долгосрочную стратегию, которая позволит создать инертный, большой, хороший бизнес, который в дальнейшем будет приносить стабильный доход? Ну, здесь на самом деле, поскольку я немного работаю на стороне больше долгосрочной стратегии, потому что я делаю, например, для клиентов пиар, то на самом деле здесь я всегда пытаюсь найти компромисс. Буквально недавно я придумала, так скажем, как совместить пиар с краткосрочными результатами, потому что все в итоге спрашивают продажи. Ну, известно, что пиар вообще не влияет напрямую на продажи, но вот, как, не знаю, кейс такой интересный, я стала вставлять в хороший контент для пиара, то есть нацеленной на метрики по пиару, лидогенессеронные формы, в которых там, допустим, закрыт какой-то дополнительный материал, который люди могут скачать. И тогда в таком случае это становится уже не только пиар-контент, но и одновременно лидогенерирующий. По факту, ваша задача придумать такие стратегии, чтобы у вас были и быстрые, и долгосрочные результаты. Потому что если вы только сконцентрировались на короткосрочных результатах, то в итоге через какое-то время вы поймете, что ваши конкуренты уже начали делать долгосрочные, вы будете очень сильно расстроены по этому поводу, потому что вас никто не знает, потому что у вас нету доверия на рынке и все такое. То есть я бы рекомендовала иметь как и краткосрочные победы, так и действительно от этих краткосрочных побед как бы финансировать долгосрочные стратегии. Ну то есть, да, получается, что нужно добиться эффекта синергии, да, между тем, что есть сейчас, и то, что ты хочешь получить в дальнейшем. Безусловно. Да. Методы по поводу повышения доверия. Вот как ты работаешь с доверием, с лояльностью твоих клиентов? Как ты ее повышаешь? Ну, на самом деле, это действительно вопрос про моих клиентов или вопрос про аудиторию моих клиентов? Нет, это вопрос, наверное, про аудиторию твоих клиентов, конечно, конечно. Да, потому что тогда мы уйдем немножко в мои бизнес-процессы, что, наверное, не очень имеет отношения к разговорам. Что я могу сказать? Ну, на самом деле, здесь есть несколько штук, которые можно сделать. В первую очередь, вам нужно показать, что тот продукт, который у вас есть, его используют живые люди, и, соответственно, если даже у вас 5 клиентов, то вы можете вывесить их лица и их рекомендации. Вот. Если у вас более расширенная база, то что вы можете, вы можете порыться в ней и найти там компанию, например, из ING 5000 попытаться. То есть это раскрытые данные, вы можете посмотреть все компании, которые включены в ING 5000, вот, и порыться вдруг у вас есть. Ну и так далее. Я обычно делаю как? Я выгружаю всю базу клиентов, и мы отсортировываем ее по количеству трафика. Вот. Количество трафика, если нет никакого платного инструмента и нет желания использовать программисты, то можно взять просто SEO Quake как вариант. Там он бесплатно отдает на объемы данные по трафику и просто отфиротировать у тех, у кого больше всего трафика. Скорее всего, это большие компании, крупные. Ну и попытаться с ними связаться и добиться у них разрешения на размещение их логотипа и, соответственно, их отзыва на вашем сайте. Вот. Ну, это такое то, что лежит на поверхности, но вообще, конечно, пиар, выстраивание взаимоотношений, то есть хороший контент аналитический, выстраивание взаимоотношений с экспертами и там прочие штуки около этого, то есть это то, что будет играть роль через какое-то время. Потому что в начале, конечно, это не такое на поверхности, то, что можно взять просто рукой. Я всем практически сегодня задаю один вопрос. Это ошибка. Хочу показать нашим зрителям, что эксперты, да, которые сейчас являются, вот ты, например, когда-то тоже совершал ошибки, правильно? Вот ты можешь назвать какие-нибудь такие серьезные ошибки, которые научили тебя чему-то, но на тот момент ты что-то потерял, или клиента, или деньги, или клиент потерял что-то, то есть вот с этой точки зрения было бы интересно слышать твой ответ. Ну, на самом деле, я считаю, что по сей день я от этого не могу убежать, к сожалению, потому что я маленький бизнес, и я работаю с проблемными клиентами. Так вот, если у вас есть возможность не работать с проблемными клиентами, не делайте этого. Не надо создавать себе дополнительных проблем, головняка, не знаю, язвы и прочего. Действительно, ребят, какие бы ни были ставки, я имею в виду по деньгам, вам не нужны эти проблемные клиенты, они, в общем, мешают вам расти. Спасибо, Саша. Я думаю, наши зрители это оценят, отметят и сделают. С вами был Сяпульт ТВ. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, зарегистрируйтесь на нашем сайте, чтобы не пропустить следующие видео. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok